Один из 12 главных праздников православных, Крещение Господне, отмечает сегодня верующий по всей России. Ровно в 12 ночи на реках и озерах прошли ночные богослужения и освящение Ордании. Кстати, окунуться в прорубь в этом году решились более 5000 жителей столицы республики. Возможно, отсутствие мороза укрепило веру и послужило поводом искупаться большему числу горожан. Юлия Андреева о тех, кто первым оказался в проруби. Подготовка к празднику началась еще накануне. Традиционно для ритуала вырубили две проруби. Одну для купания, вторую для набора воды. В полночь возле купелей было не протолкнуться. Пыл смельчаков и обычных зевак сдерживали полицейские и казаки. Самые нетерпеливые верующие за полчаса до начала купания уже стояли в боевой готовности. Вы видите, сколько людей. Сложно очень. Если обратите внимание, большая часть стоит просто, наблюдает и мешает проходить тем, кто хочет искупаться. Ой, Органе, крещающий Тебе Господи. Первый раз? Первый раз. А когда готовились? Нет. Ладно тебе? Да. Боишься? Повышенный уровень безопасности, мера в этом году особенно необходимая. Во время подготовки к празднику на реке Близзаречья трактор провалился под лед. Но в саму крещенскую ночь обошлось без ЧП. У нас в республике с сегодняшнего дня работает 51 купель. Ночью работает 28 купелей. Толщина для всех купелях соответствует. Здесь в данном случае толщина 25-30 сантиметров, что позволяет проводить вот эти мероприятия. В остальных регионах нашей республики толщина льда побольше. Впрочем, некоторые ограничения спасатели все же ввели. Жителям столицы в этом году, с одной стороны, конечно, повезло. На термометрах в крещенскую ночь всего лишь 0 градусов. Но именно из-за аномальной теплой погоды на реке образовались проталины. И больше 10-15 человек на лед правоохранительные органы просто не пускают. По словам священнослужителей, исцеление и духовное очищение в крещение приносят не только купание, но и простое питье освященной воды. Главное все делать с верой. Освящается все водное естество. Но если человек не почитает Господа, а просто берет воду с крана, я думаю, мало пользы ему будет от этого. Дают силы, дают здоровье. Будем ее пить, умываться. Тем, кто в делах веры не слишком осведомлен, укупели и помогали спасатели. Давали советы. Если крестик носишь, крестик. Во имя отца и сына, если так иду. Купаться зимой в холодной воде, конечно, непросто. Но, как говорят завсегдаты, главное начать. Потом без этого жить уже не сможешь. Причем морозная погода в этом деле намного лучше оттепели. Самый кайф в том, что когда 42 градуса замериваешь в воду, из нее вылазить неохота. Она теплощая, как мать родная. А вот когда ноль, контраста практически нет. Вылазишь, ну что-то есть, что-то нет. Кстати, по подсчетам правоохранителей, ночью к столичным крещенским купелям пришли порядка 5000 человек. Юлия Андреева, Олег Костроймин, телеканал Юрген, Сыктывкар. В полдень после Божественной Литургии верующие от Свято-Стефановского собора отправились к крестным ходам. Полсотни православных спустились к Сысоли, где владыка Петерим осветил купель. Иордан всегда освящали с первых времен после вхождения Господа в Иордан. Потому что просто каждый человек, любящий Господа, он воспоминал после его славного воскресения все его земные события. И вот в частности Рождество, в частности Крещение. Ведь Матерь Божия живая была, она еще жила до 64 лет по преданию. И все, что было связано с земной жизнью Христа Спасителя, все это отмечалось в первые же годы. После великого освящения воды купели тут же выстроилась очередь. Недалеко от места обряда сыктывкарцы могли переодеться в специальных палатках. Тут же устроилась полевая кухня с горячим чаем и выпечкой.